Я учусь здесь обеспечения, где мы снижаем смысл документов, которые предоставляются, пространство, сканирование фазовое пространство. Второй способ – это путем интегрирования фотор-эксперти. И, по сути, дело, сканирование фазового пространства, которые мы подлечили. В связи с этим способом моделирования делятся на базу. Вот такой маленький цифровой – это гетерминистические и стокастические методы моделирования. Значит, с помощью этих методов мы решаем проблему выбора способа перемещения модельной системы по фазовому пространству. Извините, можно повторить еще раз? Это гетерминистические и стокастические методы модели делятся. Гетерминистические – это геномические методы, стокастические. Что немножко говорят? Наиболее естественно, эволюция, эволюция системы взаимодействия частиц воспроизводится гетерминистическим методом, который называется методом в инфраструктуре, в инфраструктуре и в инфраструктуре. В этом случае гетерминистические методы в инфраструктуре записываются системы классических уравнений для живой гетерминистов. Вот система уравнения, которая должна быть решена. Спасибо. 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 остыдных состояний. В статистических методах мы исключаем тренилированное теле состояние и с полного набора остыдных состояний. То есть выбираем точки в фазовом пространстве. Такие методы называются методом гонтикану, по тому как я гонтикану, зауле горных дому, там естественно все разыгрывается по-любому. При этом полагается, что генетическая методом системы остается постоянным, а состояние отличается друг от друга только в уборке координат частиц, входящих в нашу систему. И здесь переход от одной конфигурации осуществляется не в результате того, что мы определяем скорость выполнения движения частиц, а переход определяется в преорганизации условно-вероятностной эволюции в марковском процессе. Ключевое слово условно. можно совершенно случайно генерировать состояние, можно генерировать их, накладывая некое что-то. Вот эти процессы, которые, вероятность, состояние генерирования соображения с каким-то условием называются марковским процессом. Но этого мало, то есть этот процесс, тоже мы давно говорят, с заданным статистическим распределением. Короче, в каждом статистическом саммите у нас будет организован свой процесс. Потому что будет наградываться различные, отличные. Вот если мы это все организуем, что становится система марковского процесса, и, по сути дела, будет грамотом собственной организации системы, которая в этой организации не обращается в генерировании, где-то не очень часто. Вот такая финия, да, что я и не прошу прохожу, что что-то, что-то правильно. Ну и, наконец, еще есть некий вариант, который, можно сказать, что побед另外 два этих подходов. Это такой способ моделирования называется волловская динамик. Волловская динамика основан на решение системы уржаветь положение. Что такое, говорили не тому, как написали, а что такое обредование определенностей. Это, знаете, разнос aconteceu на юtopic. В уровне на этом кабинете система мое время Система электросистемы, как говорится, снова запутывается. И если ускорение электрической частицы, то определяется, естественно. Сила, которая электрической частицы действует в зеленую массу. И это, по сути дела, все уроки электрической частицы. Но плюс, плюс, здесь еще добавляется пара консервных членов. Спасибо. 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 Итог. Простейшие зеркальные условия. Ничего общего. Немало общего. Немало с тем, как частица повезет, поведет себя вот в такой участии, являющейся фрагментом большой Internal которой сейчас небольшой глупостатической Ridgecurt. Центрофагмент ее нужноimento л еще здесь. Ну вот, об этом мы сейчас поговорим. Так еще один момент. Каково должна быть с головой вот этой ячейкой, к которой будет происходить движение? Ну, на счет формы самый простой выбор заключается в следующем. Если наша среда админированна, ну, например, как жизнь, то есть тот самый простой выбор. Чейфик, которые в участках совещаются, вот я просто, примерно 2, 2, 6. Это будет в вашей помощью. Обычно эти эксперименты проводятся в каких-то отластях. То есть, если антибиология оставляют его числовой в поле, то они продвигаются вот такие как L, D, O, M, V. Если вспомнить этот кубик, где это реабилитие, то отсюда есть три заданной плотности, три заданной частицы можно получать разверты нашего кубика, который мы видим, изначально частицы. Вот потому что мы научились создавать этот модель и модельную лечебку. Теперь я буду самыми простыми удачными условиями для иммунтации и иммунтации взаимодействия частиц с сердцем для переоритетической внешней мышцы. Суть их следующая. Вот тут у нас есть параллельная лечебка. Вот у нас есть пластыряная. Она двинулась в сторону направления. То есть умею скорость ставить. Либо в методе мультикарного случайно ее перенести. В этом направлении я экированно вдоль одной сидел. И за один шаг по времени устала за пределы нашей лечебки. То есть мы спрогнозировали на ее лечение, сообразили, рассчитали, что она за один шаг не вяжет. И из тех шашковки еще раз не выдвижена наша частичка, она вышла за лебра нашей лечебки. Пускай она при этом координаты имеет. Приджила координату Эр. И один это просто должен поменять. Когда сырообразно в юридическом и граническом условии, мы говорим, что она будет не здесь находиться, в результате священном, а будет находиться вот здесь. Она приобретет штрихологовый координат, в юридическом условии, в руках, в луках, в луках, в луках. Указан. 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 где k номер 1, номер равен 1, да, вышла за пределы чеки и оказалась бы вот в этой позиции, с положением, которое больше, чем ребро вашей чеки. Мы говорим, что мы отказываемся от этого, а выбираем в качестве ее позиции после смещения и вот такое R' ката равно R' ката минус рейс. Тут вот вот этот веточек, она при этом окаживается вот здесь. Вот эта веточка будет разнообразоваться с вопросом, что это тоже очень важно. Или наоборот, если она в этом направлении вышла за пределы чеки, тогда работа с первой стороны. В этом направлении работа с первой стороны. Вот, сообразно, при этом частично не будет совершенно не так стукаться, с кем-то не будет продолжаться пункт. Это ведь чего означает, между прочим? Что это означает вообще-то, что наша основная ячейка с этой стороны имеет образ, где все движения происходят точно таким же образом, как вот здесь. И вот эта частичка наша, которая двигалась сюда и попала в эту позицию, она пересекла вот эту границу и оказалась здесь. Такие же образы будут пристроены ко всем граммёрным человекам. Как мы должны считать лиму-вечными между участицами, чтобы они не менялись вес при таком-то переходе за границу? А нет проблем, потому что они… Сейчас ещё чуть-чуть. То есть вы имеете в виду, что здесь есть что-то, может помешать, да? Но вот, допустим, она находилась близко к правой стене и сильнее всего взаимодействовала с другими частицами, которые ближе к правой стене. Перешла за неё, а оказалась ближе уже к левой стене. Так, ладно, вопрос прекрасный, Саша. У меня сегодня уже тоже хотелось определиться. Мы будем считать вот так. Мы будем считать взаимодействие не только частиц, которые находятся внутри нашей базовой ячеек. Но если мы пытаемся определить, куда эта частица прибежит, то мы будем считать её взаимодействие и с этими частицами базовой ячеек, и с частицами образа, которые пристроены в наш ячеек. То есть мы расширяем наше пространство за счёт существования вот этих вот образов. Единственное, то это послабление, что позиции в образах точно такие же, как базовые. И они длинутся там точно так же. Чуть позже я к этому хотел вернуться. Точнее, не вернуться. Вот что такое периодические ограниченные условия. То есть мы убиваем двух зайцев, но устраняем, так сказать, влияние этой стенки, а если она пересекает, то где-то автоматически пересекает. Да? А кроме того, мы добавляем к нашему основному пространству ещё пространство из образа. И таким образом наша система оказывается действительно фрагментом, ну, несколько ущерба, но большой метростатической среды. Ущербность в том, что в окружении точно такие же движения есть. Если система достаточно великанская, вот так, не отчискивает, да? Ну, можно сказать, что это окружение вообще не для меня. По отношению к внутренней системе, ну, и по этому, да. Ну, если мы ограничили, то это распространение взаимодействия. Вот в каждом из этих окружных, раз мы какое-то свойство будем употреблять, то это свойство будет непроверенно. Свойство пределных по координат частиц воскловной ячейки и свойство пределных по координат частиц воскловной ячейки, ну, это одинаковое значение, bm, это вектор с целочисленными компонентами, с целочисленными компонентами, начиная от нуля, ну и идут однострочные. И, собственно, можно написать с помощью вот этого проекта. Когда новое координат, это произведение просто компонента проекта, два и два. И еще одно предложение с объединением технического инфраструктуры могут устранить влияние грани и составить платье за страничку. Ну, надо сказать, что никто вас не привязывает к этой идее, то есть думать, что условия могут вообще не другие, сформулировать, в зависимости от поставленной задачи, они могут меняться, то есть может оказаться так, что по одним и проблемам у нас в техническом условии работают, а другим и не работают. Бывают стенки, которые взаимодействуют с окружающими средствами, бывают стенки, которые имеют температуру, отличие от температуры внутри, то есть, как я назвал это, стенку, под водой, я назвал, обливатель. Бывают стенки, которые поглощают, если вам нужно организовать поток, скажем, в системе, да, то можно с одной стороны сделать так, чтобы стены частицы генерировались, а с другой стороны они должны попадать в стены, чтобы они исчезали. И это, да, нужно вносить в специальный солнцем поток. Ну, теперь немножко поговорим о определении потенциальной энергетики. Она принципиально важна, потому что сила определяется значением потенциальной энергии. В случае, когда у нас частицы не имеют, так сказать, сферически симметричной, на нерву артургационной составляющей, какие-то колебательные составляющие, нервы из А, и для меня записывается самым простым образом, в том числе, 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 о действительной частицы, в том числе, 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 вот, скажем так, такое стены. Здесь, у мало, некоторая функция, которая описана в тегментахagsij, взаимодействия пара частиц и режим между собой, находящийся на соответствующем расстоянии. А полная потенциальная энергия получается, если результат суммирования в этих планах. Одна вторая цифра. Понятно почему? Потому что взаимодействие типа 1-2, то есть первая часть 2 и 2-1, это одно и то. Мы их можем сложить, но при этом, имея в виду, что готовы тоже, мы должны избавиться от этого. Если не готовы, то понятно, если в этих планах 1-2, мы не имеем способствовать. То можно, как у потенциальной энергии, записано у нас любые способы, то есть, что мы не знаем, как у кого-то. Пару из них. Пару из них. Пару из них. Зачем мы будем считать взаимодействие ИЖИ, ИЖИ, ИИ, в достаточности считать просто ИЖИ, да, при этом нужно суммирование проводить, вот, какие-то холостные, то есть мы внешние суммы, мы суммирование по ИИ проводим, но при этом всегда помню, что ИИ, включая в него только какие-то с номерами, которые меньше. Таким образом, что получается, что в первом случае мы должны снищаться, что там есть 3-2-1, а во втором случае 3-2-1. И вот такая запись предполагает парню аддитивность взаимодействия И вот такая запись предполагает парню аддитивность взаимодействия При этом интересное даже не абсолютное положение Астральский частичный запрос на сентябре также и в благо-тосих мастерств А если он будет обменять вашу предотвращенную деятельность То есть, например, у нас есть две частички Вот, и расстреливание Вот здесь, да? Тогда от этой частички системы будет складывать Внизу 1, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3 Вот три То есть, при этом, какие угламы Эта частичка расположена у нас относительно другое Но может царься, что это важно То есть, если у вас, например, есть человеческий симметрич Но они станут в виде кантеля И еще более какие-то потоки построения То, наверное, вы должны еще Эти угламы, эти частички расположены у нас относительно другое Тогда придется сделать вот такую вот добавку Какую-то Добавку Здесь аргументами Углы Скажем вверх Третьих мастушерами Эти связи с камешками Туда обмаривать деятельность и взаимодействие Третьих мастушерами Может быть, требуется учесть еще более экспортерового Или сложного взаимодействия Третьих мастушерах Тогда уже нет четверные какие-то Третьих мастушерах Третьих мастушерах Третьих мастушерах Будет все-таки Загруз crocs Ну, поскольку мы сейчас не успели, сейчас перервёмся, так не учитывая взаимодействие, чтобы скачков не было. Такая реализована, значит, правила для женщиного ума. Правила для женщиного ума. С ближайшего чего-то. Вот если мы поглубки видели, то мы обязательно подписываем, что мы частично сделаем. Вообще говоря, можно будет описывать первую. Это взаимодействие основной ячейки. Плюс взаимодействие ещё частиц нашей основной ячейки с частицами всех образов, которые только можно построить. Здесь устроено шовный шум. Здесь будет сухой образов. А здесь будет по расстоянию. А здесь будет сухой образов. Ну, здесь единственное, что мы исключаем в случае, с компонентами генератора, потому что лучше не учить. Число образов можно умножить и доводить вообще-то до бесконечности. Ни чём же мы остановимся? Надо же ни чём не останавливаться. Да. Потому что мы опять полностью. А то самая частичная задача, мы должны повторять этот этап, а не заниматься заискутскими генераторами. Так вот, чтобы избежать бесконечно сфумирования, применяют следующее правило обожающего образа. Качество расстояния генератора частичных учитывают минимальные из тех, которые вы обеспечиваете в данном участке. Примерно. Вот у вас есть лечение, вот у вас есть две частички, вот первая, вот вторая, вот расстояние генератора. В то же время, в соседней ячейке, в том разе основной ячейки, вторая частичка будет находиться вот здесь. И наглядно видно, что это расстояние между первой и второй со штрихом, оно меньше, чем вот это расстояние. Так вот, мы в качество того расстояния, которое мы вот сюда вкладываем, будем использовать естественное это расстояние. То есть взаимодействие не с реальной частицей нашей ячейки, а с образом этой частицы. К чему это приведет? А это приведет вот к чему. Потому что система, частичка, наша, ну скажем, нам нужно определить ее потенциальную энергию, взаимодействие со всеми частицами системы, входящими как в базовую ячейку, так и входящую в образы, но используем правила ближайшего образа. Мы, используя это правило, сделаем образоваться вот что. Мы улучшаем его действие. Согласно правилам, мы учтем его взаимодействие, наши частички строжего и правового генератора. У нас как бы каждый раз квадратный путь, который мы суммировали, вычисляем, он будет перемещаться вместе с каждой роботой частицей. У нас одна парочка? У нас одна парочка? Одна. Почему, кстати, у Аллы есть журнал, а у нас нет? Не знаю, почему. Что-то нормально, много? Очень много. С Димона все журналы? Это хорошее шуткость. Это хорошее шуткость. Ты сейчас спроси, где она взяла? А, у меня есть журнал. У тебя есть журнал? Да. Может, вы в пути двое, которые... Продолжайте. Чем он сушил свои бочинки? Да. А ты чего он это делал? Было бы надо, а бумаги не было. Более полезно. Классно. Ух, следы же. Написали еще как-то. Крупы здесь. Если мы его используем, то вместо того, чтобы взаимодействовать каждую частицу с бесконечным расположением учились, мы ушли взаимодействовать каждую частицу только сент минус одной частицы. Где? Эта частица наша базовая начинка. То есть, по сути дела, мы обраничили радиус цель действия нашей психосказы. Вопрос, имеем ли мы это право делать, и когда имеем, и когда почему-то будет выглядеть. Но, на самом деле, если взаимодействие сейчас, кажется, взаимодействие в каждой частицу, то есть, наконец, функция, выставка, выставка, большие расстояния, они, они, в общем-то, еще и страшные. Более, более, значит, мы, наш взаимодействие ограничили пределы вот этого рубика, который в то время смещает все три, в то время, строительство, можно пойти дальше, и ограничить взаимодействие предела сферы, метрового радиуса, незатомимых МЦ, целых словок, как МЦ. Будем рассчитывать взаимодействие пределов некоторого радиуса облизания. Некоторого радиуса облизания. Важная надежность, что на всех сентября мы решим оборудоваться, и, если наша функция будет заплетать, то, мы решаем все это. Тем самым, мы ускоряем нашу очистительную процедуру. Мы просто быстрее нашу систему длина во времени перебираем и перебираем большее количество точек празового пространства. Это может вызваться очень важно. И более того, есть способ, который позволяет учесть бесконечное окружение, которое будет из непосредственного расчета вычисли. Итак, учет бесконечного однородного оборудования. Однородный год, когда наши системы не имеют порядка т.е. это либо жидкость, либо газ. Есть такая замечательная функция с парой коэффективной функцией либо функцией я думаю с этой идеей. Суть ее в том, что она определяет вероятность найти частичку на расстоянии r от n и выделяет задавок какого-то у нас на расстоянии. По крайней мере, на крайней мере, гидкости, на стороне у нас есть настояние как наши частички под всех окружающих ее частиц. Главное нужно разобраться с какой вероятностью эта частица просили его можно убить. Пойдем дальше. В общем, две сигареты нормированы мы берем. Тихо. дай туда, пожалуйста. ВОЛИ ВОЛИ СЕЛИ ВОЛИ с ГВИДО ВОЛИ 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 СЕЛИ ВОЛИ ВЕССИ ВОЛИ АРЧИНЫ СЕЛИ НУМИ РАССОЮ Если мы будем мерить в размерах валюты, то функция радиального заснабжения будет выглядеть вот таким образом. То есть на расстоянии гречка надо было примерно такого значения, на расстоянии чуть больше, нам нужно было достигать некого максимума. Потом вероятность увидения будет падать, потом она еще раз всплеск испытает и так далее, и так далее. А потом окажется, что на больших расстояниях вероятность увидеть частичку будет, и то, что эта частица будет приближаться к постоянному значению. Зачем она одна? Да, для одного одного значения. ЖРТ определяется в любых формах. Это отношение называемой микро-плотности к средней плотности системы. Что на главе граница? Это количество частиц, находящихся... Какая вероятность больше 1-2? Он сказал, что она не норбирована. Здесь он не норбирована. Но, по сути дела, это вероятно. Что такое микрофон? Вот пускай у нас есть иная частичка, да? Она отложена каким-то образом сложившейся конфигурацией остальных частичек. Мы проводим сферу радиуса r. Дело превращения к этому радиусу вот такое. Если это r, если превращение неизвестно, то объем вот этого осмотра шарового будет очень сложный. И пересчитываем, сколько в этом шаровом слое попало в частицу с отложением нашей частицы. Ну, в данном случае попало в две частички, да? Объемы слоя будет равен 4 пилера квадратных пилера. Получается, что наша микрофонглотность данного слоя шарового размера 2 пилера квадратных пилера квадратных пилера квадратных пилеров. Вот что такое микрофонглотность. Если мы видим среднюю форму, то есть дельта r, это полная частичка системы, да и дельта. Ну, вот что и получается. Дельта r это самый высотой, потому что в разном случае она может быть в разное значение. Дельта r, пилер, пилер, квадратных пилера квадратных пилеров. В общем, у нас есть правило, если мы вот эту функцию имеем, то есть, стоя из ее определения, всегда будем знать, сколько частиц находится в среднем, конечно, в среднем, на расстоянии, наверное, заданное от любой заданности, в стойке, в полшинке, в полшинке. Продолжение следует. Продолжение следует. Вот такое правило получение. Хорошо. Оно вам нужно для того, чтобы понять, при известном пути потенциального энергии, какова будет добавка от частиц, которые вы находятся за пределами нашего радиусского разрезания. Продолжение следует. 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 было как можно было, чтобы она приближалась к мухасудею. И всё. То есть вот эти вот хороши, собственно, на путевые эксперименты такого толка, что они практически ничего никак не искажают с другими мухасудами. Ну вот рассмотрим простой очередь, простой потенциал, который записывается вот так. Самодействие между видами и видами частицами. Вот это новое знание есть и оказывается неплохо пригодно, потому что прописали. Как же, с какими энергиями взаимодействуют частицы построены вещества? Ну, имеется в виду, скажем, облога, инфоркции, облога. Первое – это одноатомные метры. Второе – можно считать, что они хронические средства. Третье – они взаимодействуют между собой, да? Третье – это два нейтрального, электрического нейтрального частица. Вот у вас, что же они взаимодействуют? Есть вот эти электрические средства, которые находятся в облоге. Третье – это два нейтрального, нет заряда, но они не взаимодействуют, они не взаимодействуют. Да? А кто, кто проводит? Кто был? Одинаков, второй. Читаю, там же количество положительных за рядом, участницы социальных здраво sane, на каждой божественной. Молодец. Молодец. То есть основная причина взаимодействия электронных атомов заключается в том, что, я думаю, еще в каждом времени растерянный заряд в нем как-то целью, да, то окажется, что электроны растерянные между ними. То есть в каждом времени, по сути дела, такая система представляется вовремя некий. Где там больше электронов и, соответственно, подиоположная часть, атома, вименая и многих штатах. А у нас точно все равно взаимодействие электронных. Естественно, оно очень слабо. Очень слабо по отношению, скажем, к взаимодействиям. Почему? Мы именем поваренной соли натрия хлор, где всегда, всегда, ватрия служитно заряжена, в полной отца диверсии. И кроме того, никто не исключает то, что там еще есть взаимодействие электронных атомов. Но оказывается, что нет, вон это их два-три порядка, не то не точно, вон это делится через взаимодействие с собственными плюсами. Плюс и ю, это тоже минус. Вот. Отсюда что получается? Отсюда мы спросим. Бывать ему все много имеет атомный натор, такой услуги это several, как кристалла и голову, чтобы не альтернативной. Почему? Инстанетная заложена из термала, в соответствии с прибороком ловления и песка, Продолжение следует... 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 А когда у нас термин будет больше 1 мм, если у нас считать начинку нужно, то у нас не будет. Умножаем, здесь на методе, а сюда 3 мм. Здесь мы получаем постоянную значительную от нуля, отличающую вот эту методу. В нижней части мы получаем отличение на от нулю, а в середине этого интервала мы начисляем дневные действия согласно вот этой отначально записанной форме. Вы тогда можете еще раз повторяйте, что происходит. То есть в печи уже происходит. Вот эти параметры, параметры дневные, параметры дневные, действия станут не исключением. Но дело в том, что, по идее, для каждого вещества их нужно задобрать. И тогда реально этот потенциальный метод в частиц в веществе при подобранном тепсиловом синге будет немного изращиваться. Конечно, это действует для ограниченного класса веществ. Но на самом деле можно, скажем, в тюрьме, что делать, как и с Эйбердом, посвященный в том числе взаимодействием, он видит таблицу «Беткость». Там, по-моему, десятков пять или семь должны быть, шесть, включая металлы. То есть на шутной конец можно даже взаимодействием металлов, попробовать описать вот и те потенциальные функции, и те потенциальные функции. И все равно, как и с Иоанн Сима. Теперь это, конечно, выглядит не только, как и с Иоанн Сима, и в этом направлении исполняется. Ну, можно для примера, для того, чтобы было понятно, что он направился в Иоанн Сима, и с Иоанн Сима. Ну потому что, Минобортов выправили еще на историю концерта первого представителя będą дальше 224 день 20 1 степени мин page, 21 степени ушла. Вот какова дорога Александра но это для партии частиц. В случае, что, в мой взгляд, 6.12-13-й спутники частиц, то с удовольствием, по картофельмическому частиц получается быстренько. Энергия позволяющая нам Здесь развертывается, что все дальше определяется к лимбературе, то есть скоростями, с которыми недостаточной частицы. Здесь развертывается к лимбературе, то есть это штока на 10 минус 10 градусов. Здесь развертывается к лимбературе, то есть это шток на 10 минус 10 градусов. Вот это выделено, правильно, так и скоро будет. Первый вопрос вопрос, а не представляет ли какую-то проблему или опасность в пользовании вот такие вот чистки? Вы программку написали, да? Те же не должны получить данный момент, если подставлен к следующему оператору. РА равна А плюс АМАУ. То есть вы занимаетесь формированием ячейков, соотечественных планов для того, чтобы убедиться в последствии с последнего значения, если есть количество планов будет. Вот так вам уже скажем, вам нулевое, да? А нулевое у вас плюс к нам порядка и пищи. А с фунированием вы занимаетесь планов как с полка лет, 10 минус 10. Один раз вложили сюда педенечки, два раза вложили, три раза вложили. Получается, что до тех пор пока 10, 21 степени планов вы сделаете, с начальными значениями ваших этот планов не сравняется. Это говорит о том, что если вы занимаетесь контролированием, у вас начали с амфинкуоператором, где, скажем, даже простое осмотрение, где те принципиально разные порядки поможутся, да? Всем извините, пишите. Продолжение следует...